В Праге состоялся первый саммит европейского политического сообщества. КНДР запустила очередную баллистическую ракету на расстояние порядка 4000 километров. Страны-участницы ОПЕК-плюс договорились о сокращении добычи нефти, а в Бразилии состоялся первый тур президентских выборов. Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня в программе «В контексте». Программа, в которой мы обсуждаем самые главные события международной повестки дня за прошедшую неделю. События, которые будут определять мировой контекст в ближайшее время. В студии Руслан Сулейманов. В Праге состоялся саммит Европейского политического сообщества – новой платформы, созданной Евросоюзом по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. В мероприятии приняли участие представители 44 стран, включая президента Азербайджана Эльхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, одна из основных задач саммита заключалась в том, чтобы послать сигнал России о формировании нового порядка в международных отношениях. Помимо этого Евросоюз ввел восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против России, включающий потолок цен на нефть, торговые ограничительные меры на 7 миллиардов евро, а также ограничительные меры в отношении 30 физических и 7 юридических лиц. Между тем, участвовавший в пражском саммите премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции против России контрпродуктивными. Более подробные итоги заседания Европейского политического сообщества мы обсудим по видеосвязи с политологом и социологом Михаилом Тульским. Миша, добрый день, спасибо, что присоединился к нам. Здравствуйте. Действительно, состоявшийся в Праге саммит это нечто новое, нечто непривычное, как может показаться на первый взгляд. Действительно ли то, о чем говорил уже Боррель, а именно формирование какого-то нового принципа международных отношений без участия России становится былью? Или об этом говорить еще преждевременно? Нет, конечно, это уже совершившееся событие, уже поменявшаяся реальность. Конечно, если мы вспомним, как было 9 лет назад, лето 2013 года, казалось, что Украина сейчас пойдет в Европейский Союз, и потом будет еще и такой страной, которая будет способствовать приглашению в этот же Европейский Союз и Россию. То есть тогда, 9 лет назад, казалось, что сначала подпишется ассоциацию с Евросоюзом Украина, потом та же Украина будет на своем примере демонстрировать, что вот, смотрите, с нами все хорошо, и можно и Россию также приглашать. То есть тогда были вот такие отношения, казалось, что и Россия может пойти по вполне нормальному, цивилизованному пути. Хотя, конечно, если смотреть, намного казалось всем, ну, скажем, поверхностным наблюдателям. Если смотреть, конечно, намного глубже, то Россия, в общем-то, не сильно поменялась с советских времен в плане политической системы, в плане внешней политики. Экономика России сильно поменялась советских времен. И это как раз изменение в экономике России. То, что экономика стала рыночной, то, что экономика перестала быть сплошь убыточной, а стала приносить большие прибыли. Именно это помогло политическому руководству России накопить огромные резервы, с помощью которых оно смогло наконец завершить и начать осуществлять свои старые коммунистические цели. А вот политически руководство практически не поменяло свою ментальность, не поменяло свою систему власти. По сути, ЦК ГПСС переменовалась в администрацию президента, так сказать, секретарей обкомов, губернаторов. Но суть их от этого не изменилась. По сути, такая КГБшно-коммунистическая элита с КГБшно-коммунистической идеологией, когда весь мир враг и весь мир нужно завоевать. Вот этот 2013 года, когда пошла речь о том, что Украина может подписать ассоциацию с ЕС, в Кремле была такая истерическая сразу на это реакция, реакция, что как это так наша колония вдруг выходит из-под нашего контроля. Это в конце концов закончилось сначала тайной войной 2014 года, а теперь уже полномасштабной явно официальной войной с 2022 года. Сейчас очевидно, что с российской властью Европы не может вести никаких переговоров, а может вести разговор только с той же позиции, с какой Кремль ведет разговор со всем миром, то есть с позиции сил и с позиции изоляции. Среди прочего, Миш, на этом саммите состоялись переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна при посредничестве Макрона и Мишеля. Это уже третья очная встреча лидеров Азербайджана и Армении в нынешнем году. Можно ли говорить о том, что Брюссель постепенно перехватывает инициативу у Москвы? Вполне можно, потому что действительно это, ну, раньше мы не видели таких заметных масштабных крупных встреч с участием одновременно президентов и Армении и Азербайджана, чтобы эти встречи проходили в Европе. Раньше такие встречи, как правило, проходили только в Москве. И вот здесь тоже перемена не в пользу Кремля. Миша, еще интересный момент. Хочется обратить внимание на высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, хотя оно, наверное, не первое в этом смысле, о том, что санкции ЕС контрпродуктивны. Санкции имеются в виду антироссийские. А вот действительно, на что повлияли-то эти санкции с момента начала войны в Украине? Кремль также продолжает вести боевые действия, получать прибыли, закупать вооружение и так далее. Санкции вообще эффективны? Тут можно как бы два вопроса отдельных поставить. Эффективны ли они с точки зрения того, чтобы вот прям сегодня-завтра прекратить войну? С этой точки зрения эффективным решением является как раз поставка максимального количества оружия в Украине. То есть максимальное количество оружия противоракетного, противовоздушного, максимальное количество наступательных вооружений, противотанковых, ну и так далее, и так далее. В общем, многие из них уже поставляются противоракетным, противовоздушным, ну просто очевидно в недостаточном количестве. Ну и, в общем-то, и все остальное пока поставляется Европой и Америкой в Украину в очень недостаточном количестве. В общем, конечно, поставки оружия Украине и чем больше, тем лучше. Они более эффективный способ закончить войну максимально быстро. Но санкции тоже свою роль играют. И, безусловно, санкции привели к тому, что в России выросли цены, что в России некоторые товары просто исчезли. В этой ситуации, конечно, санкции, кроме официальных, во-первых, будут новые волны санкций. Во-вторых, кроме официальных, есть еще неофициальные. И, безусловно, на экономику в России они влияют очень плохо. Другой вопрос, что они влияют постепенно. Но мы увидим, кстати, самые серьезные санкции мы увидим только с декабря-января это запрет на покупку российской нефти Евросоюзом и с февраля-марта запрет на покупку российских нефтепродуктов. И вот это будет первые очень серьезные, очень крупные, очень убийственные для российской экономики санкции. Поэтому пока, когда мы говорим, влияют санкции или нет, надо понимать, что первые санкции собственно вступили-то в силу еще только в августе на уголь, например. А уголь, ну это такая мелочь для российской экономики по сравнению с нефтью и газом, что можно сказать, что никаких санкций еще нет в действии. Но уже даже те мелкие, небольшие санкции, которые есть, уже повлияют даже на повседневную жизнь людей. А не то, что на экономику. А на экономику уже мы видим спад в экономике во всех отраслях. В автомобильной отрасли мы видим спад в 10 раз. В том числе в мае этого года был спад в 30 раз в мае прошлого года. То есть такой огромный спад даже в отдельной отрасли все-таки показывает, что санкции не просто влияют, а влияют убийственно на многих отраслях. Миша, спасибо большое. Очень ценное и важное для нас мнение. Напомню итоги пражского саммита Европейского политического сообщества. Мы обсуждали по видеосвязи с политологом и социологом Михаилом Тульским. С конца сентября КНДР осуществило 10 пусков баллистических ракет, направленных на демонстрацию возможностей по нанесению ударов по находившейся у корейского полуострова ударной группировке ВМС США во главе с атомным авианосцем Рональд Рейган. В частности, 4 октября Пхеньян запустил ракету, которая пролетела около 4000 километров, в том числе через территорию Японии. В результате в радиусе поражения мог оказаться и принадлежащий США остров Гуам. В свою очередь, Сеул и Вашингтон в ответ на действия Пхеньяна провели 7-8 октября учение с участием американского авианосца Рональд Рейган. Подробнее о развитии ситуации вокруг корейского полуострова мы поговорим с корееведом, профессором Сувонского университета Ильей Беляковым. Илья, здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам. Прежде всего, хотелось Вас спросить, могут ли недавние ракетные пуски КНДР, которые были направлены в том числе в сторону Японии, как-то сблизить позиции Сеула и Токио? И готова ли в этой связи Южная Корея пойти на какие-то уступки в пользу Японии, в том числе по болезненным историческим вопросам? Я считаю, что однозначно да, скорее да, чем нет. И дело даже не столько в пусках ракет со стороны Северной Кореи, сколько в том, что в мае этого года в Южной Корее сменилась администрация и власти пришли консерваторы, которые традиционно очень хорошо относятся к Японии. И одно и как раз из предвыборных, одним из предвыборных обещаний нынешней власти было то, что они улучшат отношения с Японией, которые, по их мнению, очень сильно испортились во время предыдущей администрации. И попытки улучшения этих отношений, они были видны еще и до пусков. То есть нынешний президент пытался встретиться с японским премьер-министром и в Великобритании, когда он туда приезжал на похороны королевы, и в Америке, когда они встречались с Джо Байденом. Поэтому сейчас, конечно же, такая уже прям серьезная сильная провокация со Сталином и Северной Кореей, она послужит таким триггером к еще дальнейшему большему сближению, поскольку сейчас у южнокорейской власти, получается, возникла очень хорошая такая, ну, назовем это отмазка, да, перед южнокорейским народом, что вот смотрите, у нас тут ракетами пуляют, нам, конечно же, нужно объединяться для того, чтобы защититься от этого всего. Поэтому поскольку изначально консервативная власть и консерваторы южнокорейские, они, скажем так, склонны немножечко закрывать глаза на историческую правду, чуть меньше они готовы придавать ей значение, нежели демократические власти, поэтому я не думаю, что они как-то будут сильно ошпидалировать эту тему, тем более можно вполне сыграть, разыграть какое-то такое вот в СМИ создать шумиху по поводу этих ракетных пусков, таким образом добиться каких-то там своих целей, в том числе и в отношениях с Японией. Илья, можно ли утверждать, что морские маневры Южной Кореи и США являются исключительно ответной реакцией на действия КНДР? И если да, то какую реакцию в таком случае в Сеуле ожидают со стороны Пхеньяна? Быть может эти военные учения как-то изменят риторику Северной Кореи? Нет, конечно же, риторику Северной Кореи это никак не изменит. Учения, которые проходят между Южной Кореей и Америкой, это довольно плановые учения. Они не проводились некоторое время в течение предыдущей администрации, поскольку предыдущий президент был очень сильно настроен на диалог с Северной Кореей, и Северная Корея даже где-то в чем-то шла ему на какие-то уступки, то есть она там специально ракеты не пускала, как-то такую шумиху не создавала. А поскольку нынешний президент очень сильно настроен антисеверокорейский, то севернокорейцы вернулись на свою исходную стезю и собственно провоцируют и южан, и американцев с самими пусками ракет. Поэтому я не думаю, что нынешние учения можно как-то привязать и сказать, что это исключительно ответ на северокорейские моменты. Разумеется, таким ответом являлись недавние запуски из южнокорейской провинции Канвондо, когда еще одна ракета не долетела и упала там же на территории базы. Был не очень хороший такой случай. Эти пуски были, да, чисто ответом для севера, что вот вы запустили, мы запустили тоже. Но как показывает уже история, такое происходит очень часто. Это не стоит из этого делать какую-то совсем уж сильную панику. Пуски ракет с Северной Кореи, они как правило проследуют две цели. Первое, это собственно попрактиковаться пуски этих ракет. И второе, это именно показать, что они чем-то недовольны, то есть им не нравится то направление, которое принимает внешняя политика у южан и у американцев. Поскольку сейчас сформируется вот такой вот антисеверокорейский блок заново, в том числе и в Южной Корее, то вот собственно это был очередной такой способ северных корейцев показать свою фи. Илья, нет ли опасений, что в случае возникновения нового, более серьезного кризиса на корейском полуострове, в поддержку КНДР включится Россия, которая в последние месяцы пользуется безоговорочной поддержкой, есть информация даже о военной помощи со стороны Пхеньяна? Ну скажем так, опасений выраженных в СМИ или выраженных еще даже выше на каком-нибудь там правительственном государственном уровне их нет, совсем никаких. Чисто просто в народе Россия всегда ассоциируется с Северной Кореей, поскольку особенно для вот более старшего поколения южнокорейцев, которые вот еще там помнят войну и вот сразу послевоенное время, они, конечно, ассоциируют для них вот Северная Корея, Китай и Россия, это вот что-то одно такое коммунистическое, вот они там все вместе вот тусуются. Современная молодежь уже меньше так считает, конечно же, она более открыта внешнему миру, но Северная Корея, как правило, в Южной Корее считается, что за Северной Кореей стоит Китай, и Китай всегда рассматривается как основной партнер Северной Кореи, экономический, политический, дипломатический и любой другой. То есть Россия как-то не очень сильно рассматривается в контексте отношений с Севером, как у Южан, для Южан Север это всегда Китай за ним стоит, как бы вот призрачно где-то там вот эта вот фигура маячит. Поэтому даже в случае какого-то, возможно, вооруженного конфликта, хотя об этом тоже, опять же, повторюсь, да, об этом не говорится нигде не в СМИ, поскольку нынешняя ситуация не является какой-то совершенно уж исключительной. Мы просто вернулись к тому, что было до Мунджиина во время, там, Леменбака или Паккане. Никто не рассматривает это, то, что это может эскалироваться до какого-то серьезного военного конфликта, и уж тем более никто не рассматривает, что Россия как-то может помочь в этом, поскольку на это не смотрят на САКС-сценария, плюс всегда Китай как-то вот мерцает там сзади и все. Напомню о развитии ситуации вокруг корейского полуострова. Мы говорили с корееведом, профессором Сувонского университета Ильей Беляковым. 5 октября государства-участники соглашения ОПЕК-плюс на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 миллиона баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тысяч баррелей в сутки каждое. Общий уровень добычи нефти у стран объединения составит почти 42 миллиона баррелей в сутки. Подробнее о решении стран-участниц ОПЕК-плюс мы поговорим с востоковедом, экспертом по нефтегазовому рынку, Михаилом Крутихиным. Михаил Иванович, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. На ваш взгляд, это решение можно назвать каким-то переломным? Скажется ли оно как-то на энергетическом рынке, скажем, в западных странах? Я не думаю, что здесь какая-то революция произошла, какой-то перелом и что-то катастрофическое для цен нефти на Западе и в Соединенных Штатах Америки. Но влияние на рынок это, безусловно, окажет. Но вы посмотрите, перед этим решением какая была ситуация. По данным ОПЕК, в мире больше нефти сейчас, чем требуется. Примерно перевес предложения над спросом, так называемый навес, это 1 миллион баррелей в сутки. То есть где-то на эту сумму приблизительно у нас, поскольку торгуется 100 миллионов баррелей, вот на 1 процент где-то можно было этим вообще пренебречь. Более того, в такой ситуации мы видим, что страны ОПЕК-плюс свою квоту не выполняют. То есть они добывают меньше нефти, чем им по их собственному соглашению положено. В предыдущем месяце это было 3,6 миллиона баррелей в сутки. То есть они не выполняют свою квоту, а у них переизбыток нефти в мире образовался. То, что принято вот такое решение несколько еще сократить добычу, это можно объяснить, я думаю, в первую очередь политическими соображениями, потому что рынок в этом совершенно не нуждался. У ведущих стран ОПЕК-плюс, у Саудовской Аравии в первую очередь, у ее партнеров по Персидскому заливу очень маленький был запас повышения добычи. То есть вот такой потенциал, который не использовался. Ну, где-то по некоторым оценкам полтора миллиона баррелей в сутки. Все-таки они чем-то, вот чем им можно было играть на рынке, манипулировать объемами добычи с тем, чтобы влиять на ситуацию с ценами. И они решили на будущее этот свой потенциал свободный увеличить. Увеличить как? Это несколько сократить добычу, причем не просто сократить добычу, а сделать пониже базовый уровень, от которого они все считают. Вот было у Саудовской Аравии 11 миллионов баррелей в сутки. Это базовый уровень, от которого все эти квоты и считаются. У России то же самое, было 11. Но сейчас где-то 10 с половиной. То есть, а в реальности страны ОПЕК-плюс, они ничего не сократят, ничего не увеличат. Вот как добывали, они примерно так и будут добывать. Почему политика? Дело все в том, что много уже раз Соединенные Штаты Америки очень просили увеличить добычу страны, ну, в основном это, конечно, Саудовская Аравия, для того, чтобы несколько сбить цены на нефть и, соответственно, сбить цены на автозаправочных станциях в Соединенных Штатах Америки. Поскольку администрация Байдена тут неприглядно выглядит, да еще и некоторые выборы промежуточные на носу, и, в общем, это было чувствительным очень вопросом для американцев. Саудовцы не соглашались, они с администрацией Байдена общий язык не нашли. С Трампом у них было все в порядке, Трамп не дружил с Ираном, Трамп восстановил некоторый мир на Ближнем Востоке, способствуя тому, что арабы стали устанавливать нормальные отношения с Израилем, тут, в общем, все было, все смотрело в нужную мирную сторону. Пришел Байден и, во-первых, поссорился с руководством Саудовской Аравии, ну, поскольку те были уличены, принц наследный был уличен, сейчас он премьер-министр Саудовской Аравии, был уличен в участии в преступлении против одного из, в убийстве оппозиционера. Очень большой скандал разразился и Байден на этом скандале как-то вот очень неплохо поиграл с его точки зрения. А затем Байден стал пытаться наладить отношения с Ираном, что совсем уже преступление в глазах саудовцев и поэтому на просьбы увеличить добычу они не просто на ней отвечали, но вот продемонстрировали. Вы знаете, мы еще даже сократим добычу. Может, новый президент более нормальный придет, с которым можно будет разговаривать и так далее. Но к этому вот в Америке приплели еще и Россию. Решили, что это вот Россия вместе с Саудовской Аравией против Америки заговоры какие-то там плетут. Но если учитывать, что Россия не выбирает свою квоту по добыче, не в состоянии России добывать столько нефти, сколько ей можно по этой ОПЕК-плюсовской квоте. Это первое. Второе. У России сокращается добыча нефти уже и так без этого. Вот за год она упала по оценке Министерства энергетики на 1%. А если в декабре введут еще эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз, то добыча рухнет еще больше. И поэтому роль России вот в этом союзе ОПЕК-плюс она чисто декоративная. Ну вот видите, крупный производитель у нас вместе с Саудовской Аравией участвует. И вот видите, как красиво. Чтобы напугать еще больше американцев и разозлить американцев, наследный принц не так давно помог России в обмене военнопленными и в том числе зятя, то есть кума Путина Медведчука вытащили из-за украинского полону и в Соединенных Штатах Америки стали задумываться о некоем союзе стратегическом между Саудовской Аравией и Россией. Тем более, что Россия еще и из Ирана стала беспилотники получать. Ну вот положение-то как раз такое, что поскольку Саудовская Аравия и ее партнеры играют ведущую роль в этом альянсе, то все корни надо видеть в политике и в неумении американской администрации найти общий язык с производителями нефти. Михаил Иванович, правильно ли я понимаю, что говорить о какой-то коалиции между Москвой и Риядом пока что преждевременно? Да нет, конечно. Ну, Москва, во-первых, теряет свою роль как экспортер нефти, как производитель нефти. Если и эмбарго на сырую нефть в декабре, в марте эмбарго на поставки нефтепродуктов из России, да еще и, судя по всему, потолок, который будет введен на, ну, относительно небольшие объемы нефти России, которыми она может свободно на рынке там оперировать, то Россия потеряет свою роль как экспортера нефти, она только в Китай будет по привычным трубопроводам экспортировать, а дальше это будут смешные крохи какие-то. Поэтому альянс с такой страной, с изгоем международной политики, да еще и экономически провальной абсолютно страной, то есть зачем Саудовская Аравия это нужно? Только чтобы американцев подразнили. Михаил Иванович, Вы упомянули о сближении администрации Байдена с Ираном. В последние месяцы появились слухи о том, что на фоне возможного успеха переговоров по ядерной сделке в Вене Вашингтон и Тегеран договорятся о начале поставок иранской нефти в западные страны. Как Вы оцениваете такой сценарий? Нет, я думаю, такого сценария нет. Единственное, о чем намекали иранцам. Это что могут разморозить по-моему 320 миллиардов долларов, которые заморожены на иранских счетах в западных банках. Вот на что намекали. Но иранцы тут уперлись и они выставили американской администрации условие, что они могут о чем-то договариваться только в том случае, если им все будущие администрации США дадут гарантию, что больше никаких эмбарго против Ирана не случится. Ну, конечно, в Соединенных Штатах не та система образования исполнительной власти, чтобы давать такие гарантии Ирану. И пока я не вижу сдвигов в этой сделки. Михаил Иванович, на ваш взгляд, Иран вообще готов сейчас идти на какие-то уступки в пользу западных стран? Или он пока что находится, скажем так, в коалиции с Россией, что подтверждает, опять же, недавнее сообщение о продаже беспилотников? Ну, я думаю, что пока не готовы идти на какие-то сделки с Западом. Не видно такой готовности, тем более у Ирана сейчас проблемы внутреннего характера, народные выступления во многих иранских провинциях и так далее. А с Москвой это чисто прагматически, как всегда было у Ирана, чисто прагматические отношения. Ни о каких политических блоках нет речи, ни о каких маршрутах для транспортировки российской нефти через Иран, или газа, тем более, через Иран. Тут иранские законы этого не допускают. и смысла коммерческого в такой сделке абсолютно никакого нет. Нет там никакого политического союза, есть только опять же дразнилка для американцев. Больше ничего там. Напомню о решении стран-участниц ОПЕК+. Мы говорили с востоковедом, экспертом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным. В Бразилии состоялись всеобщие выборы, на которых граждане выбирали президента, губернаторов, треть сенаторов, а также депутатов федерального парламента и региональных законодательных собраний. В первом туре экс-президент Лула Дасилва набрал более 48% голосов. Действующий же глава государства Жаир Балсонару заручился поддержкой 43% избирателей. Разрыв между ними составляет более 6 миллионов голосов. Второй тур президентских выборов назначен на 30 октября. Подробнее об этом мы поговорим с политическим обозревателем из Рио-де-Жанейро Ронни Курбелл. Ронни, добрый день. Спасибо, что сегодня присоединились к нам. Что, по-вашему, является основной причиной победы Лула Дасилвы в первом туре президентских выборов? Когда в 2018 году Болсонару победил на президентских выборах, это была ответная реакция населения на действия Лула Дасилвы и его партии трудящихся, которые подозревались в нецелевом расходовании денежных средств, а именно порядка 5 миллиардов долларов. Так что Болсонару тогда был избран во многом благодаря его выступлениям за необходимость прозрачного и справедливого государственного управления. Однако спустя 4 года Бразилия имеет лидера, который выступает за вырубку лесов и против вакцин от ковида, которая, согласно оценкам экспертов, могла бы спасти не менее 200 тысяч человек. Кроме того, на протяжении всего периода своего управления Болсонару вступал в открытые противоречия с Верховным судом страны. Вместе с тем он вступил в коалицию с парламентариями, с которыми, как он заявлял в 2018 в Бразилии существенно понизился уровень свободы прессы. Также я напомню, что против Болсонару были заведены несколько уголовных дел по подозрению в мошенничестве на 26 миллионов бразильских реалов или 5 миллионов долларов. В коррупционный скандал были вовлечены Министерство образования, а также здравоохранение. Таким образом, население Бразилии сейчас проголосовало за Лулу Дасилову по тем же причинам, по которым оно выбрало Болсонару в 2018 году. Согласно результатам первого тура и проведенного пару дней назад опроса общественного мнения, у Лулы Дасиловы 55% голосов, а у Болсонару 45%. Как показывают опросы, люди голосуют против Болсонару сегодня гораздо активнее, чем голосовали против Лулы Дасиловы 4 года назад. То есть на этих выборах люди голосуют не столько за, сколько против одного из двух кандидатов. The electorate is voting against Лула and Болсонару. Болсонару перед вторым туром уже успел заручиться поддержкой новых губернаторов трех крупнейших штатов Бразилии, включая Сан-Пауло. Поможет ли ему это победить во втором туре? Действительно, во втором туре кандидатам будет необходимо продемонстрировать электорату ту поддержку, которой они заручились со стороны других политиков. Например, Болсонару получил одобрение со стороны губернатора Сан-Пауло, который находится в должности всего порядка пяти месяцев. И вряд ли это принесет Болсонару голоса, которые существенно изменят расклад сил перед вторым туром. Что касается переизбранного губернатора Рио-де-Жанейро, то он и так поддерживал Болсонару в первом туре, так что здесь нет чего-то принципиально нового. И вообще, если этот критерий действительно имеет какое-то значение, то я бы упомянул о весьма популярном мэрии Рио-де-Жанейро, который поддерживает Лулу-де-Силву. Из чего-то принципиально нового я бы упомянул о губернаторе штата Минес-Жирайс, который отказался поддерживать в первом туре как Лулу-де-Силву, так и Болсонару. А сейчас, перед вторым туром, он поддержал Болсонару, несмотря на то, что большинство избирателей в его штате проголосовало за Лулу-де-Силву. И, конечно, сейчас встает вопрос о том, сможет ли он убедить жителей региона отдать свои голоса за Болсонару. Практика показывает, что бразильцы всегда выбирают того кандидата, которого они действительно поддерживают. Но, без сомнения, не в пользу Лулу-де-Силвы в Минес-Жирайсе будет тот факт, что его кандидат на губернаторских выборах занял лишь третье место. И это, конечно, сильно убавило энтузиазм его сторонников. Если же Лулу-де-Силвы вновь сумеет обогнать Болсонару в Минес-Жирайсе третьим по величине штате Бразилии, это будет для него огромной победой. Существуют ли внешние игроки, которые могут повлиять на окончательный результат президентских выборов? В частности, как известно, Болсонару активно поддерживает Дональд Трамп. Да, многие считают за рубежом, что внешние игроки как-то способны повлиять на выборы в Бразилии. Болсонару часто указывает на то, что Лула-де-Силва тесно связан с Кубой или Венесуэлой, а кто-то убежден, что Дональд Трамп поддерживает Болсонару. Но все эти рассуждения далеки от реальности. Большинству бразильцев нет дела до Кубы или Венесуэлы, многие из них даже не знают, кто такой Дональд Трамп. Основная причина культурный и языковой барьер. Так что жители Бразилии в первую очередь смотрят на то, что происходит в их собственной стране. В первую очередь бразильцев интересует инфляция, цены на хлеб, мясо и фасоль. Например, при Болсонару более 20 миллионов граждан всего за несколько лет столкнулись с колоссальными повседневными проблемами. Например, он сократил расходы на образование и здравоохранение, что осложнило для многих доступ к целому ряду образовательных и медицинских услуг. Именно это и стало причиной того, почему многие бразильцы проголосовали в первом туре против Болсонару. Ко второму туру выборов 30 октября Болсонару нужно будет убедить порядка 7 из 10 миллионов избирателей, голосовавших за других кандидатов, в том, что действующий глава государства является лучшим вариантом для них. То есть ему нужно набрать столько же голосов, сколько и в первом туре плюс 7 миллионов. С другой стороны, Лула да Силва должен набрать те же 48 процентов, что и в первом туре плюс 2 из 10 миллионов голосов, которые были отданы за других кандидатов. Кроме того, для Лула да Силва очень важно, чтобы число граждан не участвующих в выборах сохранилось во втором туре на уровне традиционных для Бразилии 20 процентов. В противном случае возможны перевыборы и вообще все может пойти по какому-то иному сценарию. Спасибо большое, Ронни. Всего доброго и хорошего дня. Напомню, результаты первого тура президентских выборов в Бразилии мы обсуждали с политическим обозревателем из Рио-де-Жанейро Ронни Курвелл. А мы переходим к нашей постоянной рубрике «Обзор международной прессы». Американская газета Washington Post со ссылкой на разведку США проинформировала о том, что в окружении президента России Владимира Путина нашелся человек, который указал ему на ошибки в ходе войны в Украине. Американская разведка знает его имя, но журналистам оно пока неизвестно. Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии изданию заявил, что сведения разведки США о человеке из ближайшего окружения, который якобы прямо бросил вызов Путину, абсолютно не соответствуют действительности. Катарский телеканал Аль-Джазира сообщил о возможном обострении вооруженного конфликта в Йемене, поскольку 2 октября перестал действовать режим прекращения огня между повстанцами-хуситами и аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией. Между тем, министр иностранных дел Йемена Ахмед Ават бен Мубарак подтвердил, что правительство нацелено на возобновление перемирия в кратчайшие сроки, указывает Аль-Джазира. Британский журнал The Economist обратил внимание на трагедию, которая произошла во время давки на стадионе в Индонезии, в результате чего погибли по меньшей мере 174 человека. Издание подчеркивает, что подобные инциденты заставляют задуматься о мерах безопасности в ходе проведения футбольных матчей и других массовых мероприятий. The Economist напоминает, что в случае Индонезии большую роль играет положение полиции в обществе, которая расширила свои полномочия после отстранения военных в конце 90-х годов. И теперь даже любые реформы в отношении индонезийских правоохранительных органов видятся довольно рискованными. Французский журнал Liberation обратил внимание на обострение противостояния между Францией и Россией на африканском континенте. В неразберихе военных переворотов в Мали, Буркине-Фасо и других африканских странах наметились благоприятные для Москвы тенденции. Новые режимы в этих государствах враждебно относятся к Парижу, а Россию ждут с распростертыми объятиями. Во многих из этих стран недовольны тем, как Франция вела себя в последние годы. Россия же готова всецело оказывать им поддержку, в том числе направляя туда сотрудников частной военной компании Wagner, которые теперь отвечают за безопасность целого ряда африканских режимов. Таковы были главные события международной повестки дня на прошлой неделе. Всего вам доброго и мирного неба над головой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова